ПЕСНЯ Музыка. Музыка – это достаточное доказательство существования Бога. Эти слова я недавно прочитал у Курта Ванегута. И, на мой взгляд, здесь определенно есть над чем поразмыслить. Здравствуйте. Меня зовут Пётр Романов. Я актёр, телеведущий, путешественник и меломан. В этой студии мы будем встречать у себя в гостях исполнителей, которые поют о самом главном, которые поют наши любимые песни. И это новое шоу на телеканале «Спас». Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Поэтому мне очень приятно, что вы сказали легендарный флор. Мне бы очень хотелось услышать, наконец, именно церковную музыку, потому что я лично вас и как гости знаем как исполнители именно церковной музыки. Может быть, послушаем вместо тысячи слов. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я просто так подумала, потому что вот думаю, было бы здорово когда-нибудь с ними вместе выступать на одной сцене. И прошло несколько лет, и меня пригласили выступать вместе с хором в новом проекте. Мы летали по разным городам России, и выступали. Проект был «Россия. Время вперед», где хор пел, а я читала стихи. Так, ну, я не знаю, мне, как и нашим уважаемым зрителям и телезрителям, не терпится уже услышать. Может быть, да? Выспомните? Да, пожалуйста. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. О, Матерь Божья, спади звездой, на бездорожье в овраг глухой. Пролей, как масло, волоса луны в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долг, в них спит твой сын. Спусти, как полок, зарю носинь. Окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбко их кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая, святой младень. Срок ночи. Срок ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! А сейчас мы прервемся на короткую паузу, но совсем скоро вернемся в нашу студию и продолжим петь и слушать наши любимые песни. Не переключайтесь. Наши любимые песни. Наши любимые песни. Это новое музыкальное шоу на телеканале «Спас» и мы продолжаем. У нас сегодня присутствует человек, который стоял у истоков создания Сретенского хора. Владыка Амвросий. Я сейчас слушал рассказ о том, кто из нас впервые попал в Сретенский монастырь. У меня это было тоже в конце 90-х годов. Часть моей жизни прошла в Сретенском монастыре и она не закончилась. Мы всегда, может быть не так часто сейчас, но все равно общаемся, созваниваемся. Мы постоянно на связи с Никоном, с некоторыми участниками хора. Мне хотелось бы, чтобы это дело, которое было начато, оно продолжалось десятилетиями, может быть даже столетиями. Пусть поколение сменяет поколение, но самое главное, чтобы после тебя дело не закончилось. Мне бы хотелось бы пожелать, чтобы этот коллектив жил очень-очень долго. У меня есть очень интересное видео, которое вам показать. Это 99-й год. Это была запись диска к 2000-летию Рождества Христова. По ночам мы обычно записывали, а утром расходились после записи. А это отец Матвей? Отец Матвей, да. Мы с Андреем вместе учились в духовном семинаре. А мы живы, правильно? Да. Ага. Вот эти кадры я вижу впервые, вот именно эти. Оглянись, незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бессмертна. Как молодым мы были, как молодым мы были. Как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли. Мы, друзей, за ошибки прощали. Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бесследно. Как молодым мы были, как молодым мы были. Как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли И одно лишь сумели понять Чтоб тебя на земле не теряли Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бесследно. Как молодым мы были, как молодым мы были. Как искренно любили, как верили в себя. В небесах отгорели сорницы В небесах отгорели сорницы И в сердца утихает гроза. Не забыть нам любимые лица. Не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая все же бесследно. Как молодым мы были, как молодым мы были. Как искренно любили, как верили в себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, у вас была очень интересная такая история. Я пел в хоре Петра и Павла. И мне казалось, там было мало моему голосу. И мне хотелось куда-то попасть. Еще больше. Мне посоветовал один мой приятель. Он говорит, созвонись с Никоном. И есть возможность у тебя хороший голос попасть в Сретенский хор. Я звонил, наверное, на протяжении двух месяцев. А мы знаем загрузку хора. А вы напрямую звонили Никону? Да. Я звонил. СМСки. И один раз мне повезло. Это было назначено время в 9 утра воскресенья. Голос. Извините, а на протяжении двух месяцев вы просто как бы трубку не брали? Нет, не было возможности. Игнорировали эти звонки? СМСки? Нет, это было не каждый день. Просто у них же не только они поют в Сретенском нации, у них очень многое и насыщенное концертное. Жизнь. И из-за этого, конечно, не получались. То есть по графику. По графику. И тут получилось так, что я приехал, спел, честно скажу, неважно. Хотя Никон отметил мои тембральные какие-то данные и окраску голоса. Он говорит, что давай так, в сентябре мы созвонимся. И говорит, ну я посмотрю. Я когда услышал потом солистов этого хора, я понял, что надо еще учиться, подучиться. И прийти потом в следующий раз. На самом деле все было совершенно по-другому. А вот ваша версия какая? На самом деле все было банально, к сожалению. Потерял телефон Сергея. Мы договорились, что он позвонит, что он позвонит, придет в какое-то определенное время. Но, видимо, Сергей тоже потерял мой телефон. Это все-таки правда, да? Потому что мне довольно часто приходилось слышать фразу мы вам позвоним. Значит, на самом деле все это время теряли мой телефон. Я искал его телефон. Я перерыл все свои записи, но, к сожалению, не нашел. Так интересно все получилось, что все-таки я попал в этот хор. А как вы потом встретились? Мы увидели Сергея в шоу, мы вспомнили, что вот мы с ним встречались. И... Тот самый баритон. Да, это вот тот самый, тот самый вот. И мы уже потом с Федором, с директором, мы пытались выйти на Сергея, как-то его найти, чтобы сделать вместе какое-то выступление. И тут уже два месяца он, наверное, не отвечал, да? На телефонные звонки на СМС. Ну а, дорогие друзья, нам пора идти дальше. И сейчас в исполнении Сресенского хора прозвучит песня Let my people go. СМС. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Сейчас мы опять прервемся на короткую рекламу Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я знаю, что вы были на отпевании Петра Я его отпевал в Покровском храме Той самой Духовной академии Ректором которой стал полгода назад Ребята тоже принимали участие в этом отпевании Мы действительно несколько лет пели с ним в лавре вместе Затем в 2001 году он пришел в хор Он сразу стал канонархом, солистом, любимцем хора У него всегда был такой искрометный юмор Он очень был веселый человек Но в 2002 году он как-то ко мне подошел и сказал Ты знаешь, кажется, у меня есть такая болезнь Которая не оставляет мне шансов долго жить И тогда мы в первые годы стали вместе Буквально с ним физически вместе ходить по врачам Сначала по моим знакомым каким-то врачам И вот в этой истории было чудо на первом этапе Ему понадобилась такая вот сумма денег Для того, чтобы пройти соответствующий анализ Сделать, он был дорогой Ну и потом начать лечение И денег этих не было И вот как-то я служу в литургию утром В один из будних дней Выхожу после богослужения Тороплюсь на занятия Поскольку еще и преподавал в Истретинской духовной семинаре Ко мне подходит женщина, берет благословение И просит помолиться И сует мне в руки конверт Я этот конверт комкаю Я спешу, даже как-то на нее внимание особо не обращаю Да-да, в спешке отвечаю, конечно Кладу его себе в карман Иду на занятия После лекции прихожу Достаю этот конверт Открываю Я сейчас уже не могу точно назвать эту сумму Она достаточно крупная была Именно та сумма, которую мне называл Которая? Для меня это было потрясение Я тут же набираю ему, звоню Петя У меня есть уже эта сумма И рассказал ему эту историю Он тоже был, конечно, поражен Ему давали совсем немного жить врачи Но он прожил намного дольше Казалось бы, должен был ожидать Когда ему внимание уделят Но он сам, превозмогая Свою немощь в последние годы Она действительно была очень серьезной Он ехал для того, чтобы видеться С теми людьми, которые для него были дороги До самого последнего момента Он жаждал этого общения Мы верим и знаем, что Господь принял его в свои объятия Мы постоянно о нем молимся У Бога нет мертвых, у Бога все живы Когда были последние уже годы его жизни Когда болезнь прогрессировала Когда он с палкой приходил на клирос Всегда как-то ощущалось, что человек Вот уже действительно ему физически очень тяжело Но несмотря на это Он полностью себя отдает богослужению То есть он приходил на службу Он полностью себя отдавал пению на богослужение И кроме этого Очень внимательно всегда относился Ко всем окружающим То есть совершенно забывая про себя Не для меня Придет весна Не для меня Он разорвется И сердце девичье Собьется С восторгом Чувствие для меня И сердце девичье Не забывая про себя С восторгом Чувствие для меня Не для меня Не для меня Не для меня Соды цвету И цвету На ине роща Рассвета А летом Сало Небесу встречает Он будет Петь Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, можно и так сказать, что он и был хором, по сути. Он и есть хор. Он и есть хор, да. Владыка Тихон, он подсказал, кстати, очень много произведений, которые мы взяли в свой репертуар. Владыка Тихон очень любил Леонид Дергенева. Песня «Мир придуман не нами» в исполнении Аллы Пугачевой в свое время взорвала вообще все площадки музыкальные, и каждый из вас ее прекрасно знает. Я думаю, что эта песня послужит своеобразной кульминацией сегодняшнего вечера, и под аплодисменты хотелось бы вас попросить исполнить именно ее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «Мир придуман не мной» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не мною. Этот мир придуман не мною. Этот мир придуман не мною. Браво! Этот мир придуман не нами и этот мир придуман не мной. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильнее. Отличное напутствие для всех нас, дорогие друзья, от Московского Сретенского хора. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Увидимся в нашей уютной, теплой и доброй квартире. Будем слушать наши любимые песни. До встречи! Пока!